Референдум о добровольном присоединении Курской области к Украине. И ведь не подкопаешься. Бюллетни есть. Какое-то население было. Проголосовали. Все по закону. И что делать? Предложения есть разные. Господин Путин строгим голосом приказал ввести на территорию Курской области режим чрезвычайной ситуации. И теперь любой горишник российский сможет остановить бойца ВСУ и проверить документы, а даже и оштрафовать его за превышение скорости. Есть ли другие предложения? Если произвести на нашей же территории, где-нибудь над Сибирью, термоядерный взрыв, ничего не будет на земле. Ничего такого страшного. Не ядерные зимы, которые все боятся. Вот право. Я даже обрадуюсь. Предложение, конечно, очень интересное, но не совсем понятное. Если Украина захватила Курскую область, зачем производить взрыв атомной бомбы в Сибири? Почему не в Курской области? И потом, если зарывать атомную бомбу в Курской области, получается, что Россия признала результаты народного референдума? Опять непонятно. Есть, правда, и другие предложения. Тоже интересные, довольно-таки свежие. Давайте с ними ознакомимся. Просто шарахнем. Что? Шарахнем. Мы шарахнем вас. Сначала нам нужно закончить на Украине. Короче, что делать? Непонятно. Воевать на своей земле так, как воевали на Украине? Сомнительно. Ничего не делать. Россия кончится. Снять войска с других направлений и отправить их в Курскую, Брянскую, Белогородскую область. Войну проиграешь. Ладно быть только это. А тут еще наши ахматовцы подвели. Руководили Ахмат. Как он там на себя называет? Напомните мне. О, Ахмат Сила, по-моему, да? Вот он заявил, что он не мог никак встретиться с украинцами, потому что они где-то разминулись. И вот они встретились. Даже не знаю, лучше ли это было для Ахмата или хуже. Посмотрим. Ты откуда? Грозный. А? Грозный? Грозный. Ахмат? Да. Ахмат, красавец. Ты откуда? Грозный. Ну, быстрее вспоминай. Что с памятой? Грозный. Грозный? Да. Ахмат, понял. Ты? Грозовый. Так же? Да. Та же история, понятно. Так, раз, два, три. Я, срочник, стоял на опорнике поселка Сверхликово. На соседнем опорнике стоял Ахмат. При нашем окружении они сбежали, потому что, как я думаю, ребята говорят, то, что Кадыров сказал, чеченцы не сдаются, и при любой угрозе они убегают, чтобы не попасть в плен. Вот из-за этого взяли в плен нас. Мы тут теперь. Так и сложилась приинтереснейшая ситуация. Налево пойдешь, Белго-то потеряешь. Направо пойдешь, Курска не видать. Прямо пойдешь, вообще козлина ситуация. И что делать, как поступить. Бывает такая ситуация, когда мы все спорим на господина Путина, как он решительный, мужественный, красивый. И вот настал день, когда никто бы из нас не захотел быть на его месте. Ну его нафиг. Согласны со мной? Поставьте лайк или отзовитесь. Если вы все не согласны, у вас свое мнение, выскажите его. Мы его разберем, послушаем. И если нужно, подвергнем обструкции. А пока я с вами прощаюсь. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok